Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского государственного психолого-педагогического университета проводит международную онлайн научно-практическую конференцию посвященную синдромальной форме расстройства аутистического спектра а именно синдрому ломкой хромосомы Х Меня зовут Артур Валерьевич Хаустов и я являюсь директором Федерального ресурсного центра Московского государственного психолого-педагогического университета Интерес к нашей сегодняшней конференции очень высок и это показывает цифры регистрации У меня на столе сводка и в настоящий момент мы видим более трех с половиной тысяч зарегистрировавшихся участников из 81 региона России и из 12 зарубежных стран И конечно сегодня я хочу поблагодарить наших партнеров из России и из Федерального ресурсного центра обязательно наших специалистов наших партнеров из Соединенных Штатов Америки потому что объединившись только таким образом возможно было организовать эту конференцию которую я собственно говоря сейчас и объявляю открытой Наша деятельность всегда поддерживает Министерство просвещения Российской Федерации и развитие Федерального ресурсного центра возможно только благодаря тому что Министерство просвещения продвигает идею развития системы помощи детям сразу в России И я с удовольствием предоставляю слово ДАЦУК Таисе Александровне начальнику отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Таисе Александровне предоставляем слово вам как представителю Министерства просвещения Российской Федерации Добрый день уважаемые коллеги от лица Минпросвещения России разрешите поприветствовать вас на международной научно-практической онлайн-конференции современные исследования синдромальной формы РАС синдром умственной отсталости с цепленной сломкой хромосомы Х Сегодня в течение дня на площадке конференции запланировано отпустение результатов современных нейробиологических, клинических и психологических исследований этого синдрома, а также современных подходов к выявлению диагностики, терапии и оказанию помощи семьям, в которых воспитываются дети с этим синдромом Проведение научных исследований с целью получения сведений о современной популяции детей в вариантах их развития, особых образовательных потребностях необходимой психолого-педагогической поддержки, потребности всех участников образовательного процесса в сопровождении позволит разрабатывать нам на федеральном уровне программно-методическое, учебно-дидактическое обеспечение образования таких обучающихся а также систему подготовки квалифицированных кадров для работы с указанными обучающимися Поэтому по заказам Минпросвещения России, подведомственными организациями, в том числе и Федеральным ресурсным центром и Институтом коррекционной педагогики РАО, проводится в настоящее время большое количество исследований в том числе одно из них посвящено клинико-психолого-педагогическому исследованию современного ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического сектора С учетом данных исследований ведется разработка адаптированных программ для получения общего образования школьников со свободными образовательными потребностями а также рукописи специальных учебников Как я уже сказала, на федеральном уровне создано несколько федеральных ресурсных центров в том числе для детей СРАС по оказанию регионам консультационной и организационно-методической поддержки В общем, система образования и оказания психолого-педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями, в том числе с расстройствами аутистического спектра и их семьям выстроена таким образом, чтобы семья могла получить поддержку начиная с самого момента выявления нарушения развития у ребенка и заканчивая его профессиональной самореализацией По данным Минпросвещения России в системе образования в 2020 году находилось более 32 тысяч людей с расстройствами аутистического спектра За три года численность таких детей в системе образования увеличилась на 43% Мы это связываем в основном с тем, что мы совершенствуем систему сбора данных А также субъекты Российской Федерации корректируют предоставляемые данные Они становятся более точными С целью снижения численности детей раннего возраста, имеющих нарушение развития рисков возникновения а также снижения уровня в принципе инвалидизации общества в России активно развиваются службы ранней помощи, в том числе коррекционные системы образования Ведь ни для кого не секрет, что чем раньше и полнее будет оказана поддержка детям и их семьям тем выше вероятность, что в школьном возрасте такие дети смогут получать образование совместно со сверстниками при минимальном психолого-педагогическом сопровождении Поэтому с точки зрения образования психолого-педагогическая поддержка начинается именно с ранней коррекционной помощи И численность детей с РАС, которые получают такую поддержку, ежегодно увеличивается Если в 2018 году их было всего 387, то в 2020 уже почти 600 человек Достаточно большой рост Указом президента Российской Федерации была поставлена задача создавать условия для раннего развития детей в возрасте до 3 лет И, соответственно, реализовывать программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи их родителям Поэтому для решения этих задач в рамках национального проекта образования Реализуются мероприятия по оказанию соответствующих услуг Проект адресно направлен на работу с родительской общественностью Особое внимание уделяется консультированию по вопросам раннего развития ребенка Это касается как детей состройственного аутистического сектора, так и всех детей группы риска в целом Гранты на оказание таких услуг могут получать и социально ориентированные некоммерческие организации Реализующие программы работы с детьми с раз и их родителями Ну а здесь нам очень важно, чтобы были отобраны именно те организации Которые реализуют проверенные, эффективные и научно доказанные программы Возвращаясь к системе образования, на уровне дошкольного образования в 2020 году Получали образование более 8 тысяч детей с раз В основном они пребывают в группах компенсирующей направленности Что связано в основном с тем, что в таких группах созданы специальные условия для их пребывания Также есть педагоги, которые готовы к приходу детей в такие группы Значимым событием прошлого года стало завершение апробации проекта Примерно адаптированной программы дошкольного образования детей с раз Эта апробация проходила в семи образовательных организациях Из Москвы, Воронежа, Краснодара, Пскова, Тамбова и Тюмени Достаточно широкая, на наш взгляд, география Задача апробации входила в том числе определение оптимального содержания дошкольного образования детей с раз С учетом современных требований системы образования А также разработка учебно-методического комплекса для проектирования и реализации АО Мы надеемся, что в ближайшее время программа будет рассмотрена в наседании нашей рабочей группы Специальные по вопросам образования психолого-педагогической помощи лицам с раз При Совете Минпросвещения России по вопросам образования лиц с ОВЗ и с инвалидностью Ну и, соответственно, по результатам обсуждения и рассмотрения Она будет направлена в УМО для дальнейшего размещения в реестре образовательных программ На уровнях начального, основного и среднего общего образования у нас получают образование более 20 тысяч детей с раз При этом преобладающая численность таких детей посещают либо отдельные коррекционные классы, как они раньше назывались Или же получают образование на дому Четыре детей с раз, получающих общее образование инклюзивно, в том числе с использованием модели ресурсный класс Который сейчас достаточно активно у нас развивается, оно достаточно невелико Чуть меньше 3,5 тысяч детей по всей России С чем, да, может быть связана такая нелюбовь к инклюзивному образованию у родителей и детей с раз Прежде всего мы понимаем, что несмотря на то, что в рамках государственной программы «Доскутная среда» Созданы условия для предпятственного доступа детей с основными образовательными потребностями Специальные условия фактически в таких школах отсутствуют и в детских садах А это порядка четверти школ и порядка 1-5 детских садов К специальным условиям, напомню, для получения образования относится не только беспрепятственный доступ Но и использование специальных программ, методов обучения, воспитания Использование специальных учебников, учебных пособий, а также иные условия, без которых невозможно Либо затруднено получение образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья И эти все специальные условия поименованы в 79 статье закона об образовании Обеспечение специальных условий получения образования относится к компетенции региональных органов исполнительной власти В том числе для этого мы настоятельно каждый раз рекомендуем предусматривать повышающие коэффициенты То есть создание специальных условий получения образования обучающихся в ПВЗ И, да, кроме того, традиционно стоит острый вопрос для системы образования Который касается наполняемости классов и групп для обучающихся в ПВЗ, в том числе СРАС Сейчас на федеральном уровне порядком организации учтения образовательной деятельности По образовательным программам дошкольного образования Регламентирована в том числе наполняемость групп для детей СРАС Это либо 5 детей в группе компенсирующей направленности Либо не более 3 детей в группе комбинированной направленности А в отношении школьников эта норма регламентирована вновь истинными санитарными правилами И там, да, в санитарных правилах численность детей в отдельных классах для обучающихся СРАС Составляет не более 8 человек и не более также 3 человек при получении и не образовании Соответственно, уходим обучающимся Кроме того, мы прекрасно понимаем, что для качественного психолога-педагогического сопровождения Обучающихся требуются высококвалифицированные специалисты Которые используют именно те методики и технологии Которые не только показали себя эффективными под результатом научных исследований Но и действительно подходят конкретному ребенку, с которым проводится работа На решение проблемы подготовки кадров ориентирован в том числе наш федеральный ресурсный центр На площадке которого мы сегодня собрались В план его работы ежегодно включаются мероприятия по повышению квалификации специалистов Из субъектов Российской Федерации Центр активно решает задачи экспертного, конституционного, методического сопровождения региональных наших коллег И на площадке активно оказывается конституционная помощь уже персонально семьям С детьми с РАС, за что отдельное спасибо Артуру Валерьевичу и его коллегам Мы уверены, что только в случае консолидации усилий и органов управления образованием федерального уровня И органов управления образованием регионального уровня, муниципальных уровней И родителям детей с РАС, и образовательных организаций И также некоммерческих организаций Мы сможем улучшить траекторию развития ребенка с аутистическими расстройствами И, соответственно, только в случае консолидации всех усилий Вырастет численность тех людей с расстройствами аутистического спектра Которые во взрослом возрасте уже не будут нуждаться в постоянном сопровождении Хочу отдельно отметить, что это важно не только с точки зрения эффективности оказания непосредственной помощи Но и с точки зрения рационального использования государственных ресурсов И прежде чем передать слово Артуру Валерьевичу, позвольте еще раз поблагодарить всех российских и зарубежных коллег Которые сегодня принимают участие в конференции всех практиков Также спикеров и модераторов конференции Спасибо, что вы будете делиться сегодня своими результатами Результатами своей работы Спасибо за внимание и удачи, коллеги Алиса Александровна, большое спасибо вам за участие в конференции Очень заинтересованный взгляд всегда у Министерства просвещения И это, конечно, очень приятно Дорогие друзья, вот говоря о взаимодействии Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы рассматриваем сегодняшнюю масштабную конференцию Как очередной, я бы сказал, стартовый, с одной стороны очередной, с другой стороны стартовый этап Но уже на другом уровне Эта работа по сопровождению детей с синдромальными формами аутизма Мы надеемся, что после этой конференции она будет усилена Как раз за счет межведомственного взаимодействия И за счет новых связей, которые появляются у нас в России Это сетевые связи, региональных ресурсных центров, а также научных организаций И, конечно, мы верим в то, что данная конференция будет стартом Для очень мощного международного сотрудничества В проведении исследований о данной проблематике А именно исследований российских в партнерстве с зарубежными научными организациями И, конечно, в нашей Российской Федерации Не было бы возможным развитие данной темы, данного вопроса и данной проблемы Если бы не такие люди, как Наталья Леонидовна Горбачевская Это заведующая научной лабораторией Федерального ресурсного центра Доктор биологических наук Ведущий научный сотрудник научного центра психического здоровья Наталья Леонидовна, мы знаем, что вы работаете над этой проблемой Уже последние 40 лет Вы отдали многие годы жизни профессиональной На то, чтобы исследовать эту проблему И для того, чтобы ребятам с данной формой расстройства аутистического спектра На Земле жилось бы лучше, а качество их сопровождения тоже улучшалось Я с удовольствием передаю вам слово У вас есть буквально 2-3 минуты Для того, чтобы поприветствовать наших коллег в России и за рубежом Дорогие друзья Нас сегодня объединяет стремление разобраться В этой одной из самых распространенных синдромальных форм Расстройства аутистического спектра Это заболевание диагностируется приблизительно у 6% детей из общей популяции Очень важно оказалось, что носителем премутации этого синдрома Является одна женщина из 250 Это колоссальная цифра И она даже не подозревает об этом Обращаясь со своими проблемами к психологам, психотерапевтам, репродуктологам В то время как современные технологии научно позволяют родителям носителям премутации этого гена Получить специализированную медицинскую помощь и родить здорового ребенка На этой конференции будут представлены доклады Которые будут освещать различные проявления полного синдрома Премутации этого гена А также подходы к диагностике и терапии Мы хотим познакомить специалистов из разных областей Познакомиться с тем, чтобы расширить сотрудничество Задачу освещения данного синдрома следует считать государственно важной Поскольку при ее системном правильном решении Удалось бы существенно снизить число детей с проблемами развития Желаю всем благотворной работы и надеюсь на сотрудничество Всего доброго Наталья Леонидовна, большое спасибо Как говорят, краткость сестра таланта У нас с вами будет возможность еще сегодня выступить И сегодня ваш доклад, один из ключевых докладов на конференции Будет очень интересным И после этого мы с вами вместе еще подведем итоги в конце конференции В конце рабочего дня Субтитры создавал DimaTorzok